Да, да, да. Горячо раз приветствовать, продолжаем смотреть обзоры на напитки из спортивной питания. Сегодня мы снимаем обзор на спортивное питание в виде пельменей Лошкарю. Пельмени из отборной говядины. Но на самом деле это на ю. Итак, давайте по порядку. Упаковка 900 грамм, что довольно редко, сейчас тенденция сокращения объема идет. И куплена она в магазине Дикси всего лишь за 239 рублей, что опять же дешево в нынешнее время. Но не все так просто. Давайте разбираться, из чего они состоят. Во-первых, категория В. Ну, это полбеды. В состав у нас входит следующее. Мука пшеничная высшего сорта, хорошо. Потом говядина. Просто говядина, уже не отборная. Ну и ладно, не проблема. Далее, мясо куриное. То есть пельмени из отборной говядины это мясо куриное. Какого вопроса? Оно здесь находится? Хербы с ним. Уже неприятно, но хербы с ним. Идем дальше. Лук. Хербы с ним. И дальше. Мясо куриное механической обвалки. Хрящи, кости. Шкура, перья, теремок. Какого хера? Это сборная говядина. И тут уже две курицы. Просто курица. И курица-мехобвалки. Далее. Мука соевая, текстурированная. Что это такое? Непонятно. Далее. Е-41. Далее. Масло растительное, рафинированное. Соль пищевая. Бульон сухой пищевой. Куриный. Ароматизатор. Яичный порошок. Перец черный молотый. Блянь. Ну, из отборной говядины. Ебать отобрали. На 100 грамм продукта у нас 8 грамм белков, 11 грамм жиров, 38 грамм углеводов и 280 килокалорий. То есть, белка мало, ну, жиров, в принципе, немного, а калорий тоже до хера. Изготовитель у нас некий шериф 2000, а, шериф 2000 в городе Домодедово. Шериф, блин, шериф. Ну, что, с одной стороны, как бы, что выебываться, пельмень за 259 рублей за килограмм почти. Ну, сука, ну, почему из отборной говядины-то? Ну, блядь, другое название сделать. Нахуя вы напихали 2 туда 2 курицы, блядь? Ну, ладно, в общем, вода кипит. Сейчас будем с коллегой питаться. После зала, значит, уверенно. Спортивное питание на массу. Погнали. Так, ну, что, значит, объем. Объем, значит, объем нормальный, стандартный. Вот, собственно, пельмени среднего размера. Вот по руке видно, рука у меня очень маленькая. Как бы, вот, поэтому видно, что пельмени нормальные. Средний размер. Ну, что, попробуем пельмени от шерифа, блядь. Поехали. И что, ребята? Вот сварили. Есть положительные новости. Не воняло дерьмом при варке. Уже хорошо. Добавил немного перца, сливочное масло. Посмотрите, как выглядит. Оператор сюда иду. Да. Не разварились, кстати говоря. Выглядит неплохо. Ну, неплохо, я считаю. Выглядит неплохо. И пахнет неплохо. Давайте пробуем. Погнали. Начнем просто чуть-чуть сливочного масла, перец и еще добавим в соус. Блядь. Солененькие. Солененькие, солененькие. Ну, ничего. Чувствуется курица. Говядина там и не воняет. Я же близко. Конституция хорошая. Хрящей, костей пока не замечается. У меня вот. Ничего не хрустит. Однородная. Доминация куриная консерва. Вот процентов 90 вкуса куриная консерва. Говядина вообще не чувствует. И куриная филиатура не чувствует. Куриная консерва. Хотя называется отборная говядина. Не, понимаете. Я понимаю, что это дешевый пельмень. Я это понимаю. Прекрасно понимаю. Ну, зачем называть с отборной, блядь, говядины. Назовите лошкарев, блядь. Куриные, не знаю, название придумайте. Хуй моржовый. Да что угодно, блядь. Говядина и здесь нет говядины. Куриная консерва, блядь. Ну, нормально. Можно есть. Я не скажу, что они вкусные. Я не скажу, что невкусные. Они нормально. Предположим, вы, бедолага, работаете на заводе. За полтинник. Взяли такое пельмени. Пришли. Навернули. Набили брюхо. Сытно, хорошо, недорого. Неплохой вариант. В принципе. Ну, то есть за 239 рублей, причем это не по акции. Вопросов нет. То есть по акции они, наверное, меньше 200 будут стоить. Вообще вопросов нет. Какой разговор? Прибавляем. Ну, есть можно. Неплохо. Неплохо. Кстати, вот этот классный барбекю соус. Из Силы, кстати говоря. Олег. Олег делает. От Олега, блин. Неплохой. Давай, а немного соусом. Нет, соусом. Да. Так сказать. Усилим вкус. Вкусопередачу. Ну, а соусом вообще бомба. Куриные консервы перебиваются. И получается весьма вкусно. Неплохо. Да. Неплохо. Ай, шо за херня. Сегодня меню соус аппетитное. Это же дерьмо. Это не очень. Блядь. По-моему, я знаю. Блядь. Жидкий сухой. По носу. Да. Ладно. А ничего, кстати. Неплохо. Аппетитно, блядь. Ха-ха-ха. Ничего. А так вот вообще нормально с соусом. Ну, значит, в принципе, я готов сделать финальный вердикт. Вот. Данные пельмени в лошкаре получают, да, блядь, довольно высокую оценку, я должен признаться. Вот смотрите. Скажем так. Если мы отбросим один из показателей, который в моем критерии, цену, то я им поставлю 3 балла из 5. Но если мы будем учитывать, а я всегда учитываю цену, то это четверка. Я сейчас объясню. Смотрите. А по составу. Состав, в принципе, что, бля, говядина здесь не пахнет, но на самом деле мясо в мехобвалке, оно звучит не очень, но оно, в принципе, полезно. Кости, хрящи, жилы, они полезны. В принципе, да. И если они не чувствуются во вкусе, вот в данном случае я их не чувствую вообще, это хорошо, это полезно для организма. Важный еще аспект от цена, я сказал. Они очень дешевые, их много. То есть наесться это хорошо. По вкусу они нормальные. То есть они невкусные и невкусные. То есть средние нормальные пельмени. Нету воню лука, нету воню какого-то тухлого мяса. Они не вонючие. Если добавят в них соус, вообще они довольно неплохо заходят. Поэтому, поскольку мы учитываем цену и все остальные факторы в нынешнее время, а теперь приходится это учитывать, это твердая четверка. Просто не пахнет здесь гайдарина, но это твердая четверка. Пельмени можно брать, можно есть. Они сытные, не вонючие, не будете хрустеть хрящами, костями. Поэтому твердая четверка, пельмени можно есть, неплохие. Ну вот, в общем-то, и все. Поэтому хрустите. До новых встреч. Пока.